Привет, друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами на совсем необычную тему. Я зачитаю выдержки из одной книжки, которая была напечатана в 1996 году. Интересная цифра. 1, 9, 9, 6. Так вот, в конце я скажу название книги. В настоящее время человечество пожинает плоды того, что посеяло. А посеяв ненависть между людьми, пожинаем убийства, войны, землетрясения, то, что в Турции произошло, эпидемии, то, что сейчас так называемый коронавирус. Близится к завершению 20 век. 20 лет назад, 24 года назад книга была в печати. Век людоед. Греховная энергия, накопляемая людьми, влияет на все живое и неживое на земле. Появляются все новые и новые, более страшные болезни. Люди не хотят осознавать, что под угрозой жизнь человека на земле. 24 года назад, коронавирус сегодня. Еще древние святые старцы говорили, мир стоит молитвами святых. Когда не будет на земле молитвенников, мир закончится, начнутся великие бедствия. Они уже есть и теперь. Только в начале нашего столетия у вас последний великий святой Иоанн Кронштадский. Больше на земле таких святых не дано. В Библии есть одно место, которое меня всегда привлекало и заставляло задуматься. Иисус Христос, когда не изгонял из людей бесов, одержимых, говорил своим ученикам. Сей род изгоняется молитвой и постом, то есть изгоняя бесов. Но до сих пор никто из людей так и не дал на это ответ. Что же представляет из себя сей род? Существует род человеческий. Существует род нечистых. Но если две тысячи лет подряд бесы только мучили людей, не живя энергией человека, то впоследствии они стали использовать людей как источник энергии. И чем больше люди грешат, тем больше энергии получают нечистые силы. Окружение дьявола ласково называет его папой. Из мира нечистых можно практически получить любую информацию. Но особенно тяжело получить ту, которая касается самого дьявола. Те из бесов, которые начинают об этом говорить, плохо кончают. С них живыми снимают шкуру. Почему же так часто окружение дьявола и верхушка? Он говорит тут о своем опыте. Значит, рассказывая о бесах и чертях, я забыл сказать, что если у вас, у нас на руке пять пальцев, то у них лапа четырехполая. Я делаю небольшие купировки. Влияние бесов и нечистых сил на человечество не ограничивается только подпиткой энергии. Они активно влияют на людей, чтобы на земле принимались решения, выгодные им. Как это происходит? Во-первых, нечисть ведет своего рода досье на перспективных политиков, которые в будущем могут занять большие руководящие посты в своих государствах. Некоторые из них открыто предлагают продать душу дьявола, работая на нас. А мы, в свою очередь, будем продвигать тебя по служебной лестнице. Других политиков просто загоняют бесов, чтобы ими принимались решения, выгодные нечисти. Это своего рода зомбирование. В-третьих, политиков просто-напросто превращают в алкоголиков или напускают на них различные болезни. Для этих целей используют ведьм и колдунов, так как сами бесы не могут делать порчу. В настоящее время борьба между белыми и черными силами достигает своего апогея. Напоминаю, 24 года назад. Это я знаю не понаслышке, а чувствую на себе. Идет борьба за человеческие души. Чтобы отвернуть людей от Бога, появились различные секты, верования, особенно сильно распространены в последнее время. Пресса, пресса, падкая на всевозможные сенсации, пишет о мнимых чудесах. Например, о том, что женщина может забеременеть от покойника. И многие верят этим чудесам. В настоящее время водораздел между людьми проходит не по национальным признакам или кровному родству в Карабахах, или по духовному признаку, то есть противостоянию религии, что нам пытаются бесы посеять. То есть по тому, кому человек служит, Богу или дьяволу. В духовном мире не прекращается борьба сил добра и зла. Там нет компромиссов. Читая книги о Древнем Египте, я встречал специальные заклинания против ведьм и колдунов. А это было еще более двух тысяч лет назад. Во времена Иисуса Христа в людей загонали только двух – духи бесов. Духи ведьмы и колдунов стали загонять души людей через 300 лет после распятия Иисуса Христа. Я уже говорил, что у нечистых нет тюрем. Провинился – сейчас же следует жесткое наказание. Что интересное в этой книге написано, то, что действительно борьба идет страшная. И на заключение, как бы еще прочту, в средствах массовой информации, по нашему дезинформации, появляется все больше информации о сексуальных меньшинствах. Создаются и первые многобрачные семьи, официальные учреждения регистрируют мужчин, как мужа и жену. В связи с этим возникает вопрос, есть ли предел человеческому падению? Ведь то, что происходит – настоящий садомский грех, а за грехи наказывает. Но это почему-то исчезает из человеческой памяти. Или еще одно веяние сегодняшнее – изменение человеком своего пола. Был мужчином, а после операции превратился в женщины, наоборот. А ведь это грубейшее нарушение Божьих законов. В этом направлении очень хорошо работают бесы. Как это происходит? К примеру, к мужчине загоняют несколько духов в бесовок. И под психологическим воздействием мужчина начинает мыслить их категориями. Или еще пример – мужчину загоняет беса-гомика. Ладно. Дух беса, ведьмы или колдуна находится в затылочной части человека. Когда этот нечистый дух начинаешь вытягивать, проблемы самоубийства сразу отпадают. Начинаешь снимать порчу с человека, и сразу же вступаешь в войну на духовном уровне с нечистью. Здесь законы волчьи. Кто сильнее… Слушайте еще раз. Начинаешь снимать порчу с человека, и сразу же вступаешь в войну на духовном уровне с нечистью. Здесь законы волчьи. Кто сильнее, тот и прав. Война-то ведется на духов уровне, а трупы затем появляются физические. Я прочитал книгу Александра Аксенова, которая была выпущена в 1996 году. Я не колдуна знахарь. Еще в этой книге есть очень хорошее упоминание, что резиденция сатаны считается вообще Донецкой областью. И туда они все собираются для того, чтобы отворачивать людей от Бога, вести там всякие разные свои фестивали. Сейчас даже не буду на эту тему акцентироваться. Кому интересно, найдите эту книгу и почитайте. Там страница 330-я, вот в этих страницах. Потому что многие скажут, что я уже вообще черекнулся на Донецк, перешел. Значит, если быть серьезным, вот поэтому можно определить, почему такое количество сейчас самоубийств, почему стреляют людей, почему убивают людей, почему люди выправиваются к нам. Единожды раз вступив в договор с нечистой силой, за отказ работы с нечистой силой, это нечистая сила, делая с человеком в том, что посчитает нужным. А у нас на Украине, в России, на постсоветском пространстве идет борьба не на жизнь, а на смерть, понятно, идет борьба между добром и злом. И здесь никакие уступки быть не могут. Должно победить только или добро, или зло. На сегодняшний день, пока я вижу, все, которые попадают в Верховный Совет или там в Российской Федерации где-то еще, это они превращаются в мгновенно бесов, потому что бесы их ведут, они постепенно их превращают в те угодные орудия, которые заставляют людей страдать. Ведь когда люди страдают, нечистая сила питается их энергией. В этом помогают травы, в этом в борьбе с бесами помогают травы, помогают молитвы, помогают деревья, помогают массой вещей. Поэтому нечистая сила руками нечистливых людей пытается изменить природу до незнаваемости и превратить ее в песок. Но нечистая сила не говорит о том, что даже в песке есть сила, белой силы, которая может победить нечистую силу. Все зависит от каждого из нас. Можно на эту тему много говорить, но на эту тему уже сказано, наверное, практически все. Я только лишь напоминаю о том, что ничего нового нет. Мы, как рыбы, которые живут в океане и не видят своих рыбаков, так и люди живут в своем воздушном океане и не видят ту нечистую силу, которая просто попросту, выполняя грязную работу, выдергивает людей из этой жизни. Но в основном это происходит с теми. Они не имеют силу влияния на человека, потому что Иисус Христос искупил своей кровью грехи человечества. И только лишь добрая воля человека позволяет ему принять сторону зла или добра. Война уже переместилась на уровень планеты, потому что на верхах идет страшная борьба. Естественно, она отображается на земных делах. Поэтому ситуация в стране зависит от того, как каждый человек примет решение, он будет со злом или с добром. Но результат все равно, касается Украины, будет лишь один. Победа тотальная над злом. И даже если зла будет 99%, найдется 1, 2, 3, 5, 10 святых, которые осиновыми крестами, маком и серебряными пулями, искоренят эту нечисть с территории, которая считалась и считается родиной богом. Поэтому врубайте мозги, не давайте себя обмануть. Семья – это главное, вера в Бога и, естественно, все, что полагается мужчинам, они должны делать. Пока!